МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Убитых нет". Народный фронт оценил состояние городских магистралей. Клюв на замок. Амурчан просит не кормить новых пернатых обитателей озера в Ивановке. Держат нос по ветру. Благовещенские их смены перенесли заплыв первенства города из-за штиля. В эфире город, в студии Александр Воронин. Здравствуйте. В Благовещенске под колеса авто попал подросток. Накануне днем 14-летний парень решил перебежать театральную в неположенном месте. Водитель Тойоты про бокс реагировать не успел. С многочисленными травмами любителя экстремальных забегов доставили в больницу. Госавтоинспекторы настоятельно просят горожан соблюдать правила дорожного движения. В том числе и автолюбителей. Один из них в субботу чудом остался жив. Его Марк-2 мчался на высокой скорости по Первомайской. Между Ленина и Зейской рулевой не справился с управлением. Автомобиль влетел в столб. От удара его перевернуло на крышу. Водитель пострадал, но остался жив. Машина восстановлению не подлежит. Московские общественники изучили качество амурских дорог. По итогам объезда активисты Общероссийского народного фронта остались недовольны магистралями поселка Макдагачи и села Ирковцы. Властям областного центра они посоветовали обратить внимание на одну из городских улиц. Обо всем по порядку. Вот мы здесь видим, здесь имеется яма. Колобашка поместилась полностью в лужу и вообще плавает. 60-сантиметровый деревянный брусок Николай Мельков любя зовет колобашкой. Он, по мнению дорожного инспектора, самое удобное приспособление для проверки дорог. Яма длиннее 60 сантиметров считается опасной. Но в российских городах встречаются и те, куда не то что колобашка. Человек помещается целиком. Николай такие видел. Объездил за 9 лет 130 городов. В других городах мы видели ямы по несколько метров. Это, конечно, как, например, город Махачкала. Яма 6 метров длиной и глубиной около трех. В Благовещенске таких нет. В этом участники инспекции убедились снова. В столицу Преамурия они приезжают в пятый раз. Сейчас в рамках этой инспекции мы тоже посмотрели гарантийные дороги. Поставили тоже достаточно хорошую оценку, потому что серьезных таких дефектов, как мы видим в других городах, мы не нашли. 13 участков Благовещенских магистралей, что были вписаны в карту убитых дорог, теперь радуют рессоры авто ровным асфальтом. В этом году ремонтировали батарейную, пролетарскую и Чайковского. На последние работы еще и идут. Больше всего замечаний проверяющих вызвала улица Шимановского между Октябрьской и Красноармейской. В этом районе строят многоэтажки. Три возвели, одна на подходе. Дороги страдают от большегрузов. Но ремонтировать их до сдачи дома просто не резон. Хотя планы такие есть. В 2018 году мы разработаем проектную документацию на этот участок. То есть предусмотрим обязательно водоотведение, обустройство сетей нарушенного освещения, обустройство тротуаров. И постараемся, чтобы после завершения строительства включить данный участок в программу. То есть ориентировочно это 2019, максимум 2020 годы. Как отремонтируют Шимановского, инспекция Народного фронта непременно проверит. Следующий визит инспекторов намечен на 2020 год. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». В Благовещенске состоялись дополнительные выборы депутатов в городскую думу. Все шесть вакантных кресел заняли представители партии «Единая Россия». Свой выбор в воскресенье сделали жители округов, на которых по разным причинам не было закрепленных депутатов. На 11-м и 2-м самый большой процент голосов набрали Дмитрий Великий и Владимир Семенов соответственно. На 18-м с 61-м процентом лидировала Елена Сенькова. На 3-м округе показала лучший результат Анастасия Дорошенко – 56,7%. Владимира Рукасуева поддержали 55% проголосовавших жителей округа номер 7. На 16-м у Александра Имамеева – 48,6%. На горячую линию в день выборов позвонили 60 человек, интересовались расположением участков. В ситуационный центр поступило три жалобы. Одно обращение было, что одна из партий проводит агитационные мероприятия. Выезжала оперативная группа, это не подтвердилось. И второе обращение было о подкупе избирателей. Тоже выезжала наша группа, это тоже не подтвердилось. Третью жалобу на агитацию в сети Инстаграм работники избиркома проверяют. В Приморье почти полностью израсходовали вакцину от гриппа. Уколы от сезонных болезней поставили 106,5 тысяч человек, почти треть населения области. Тем, кто не успел привиться, переживать не стоит. Новое поступление препарата ждут к концу сентября. Максимум – к середине октября. Во второй партии придет 119,5 тысяч доз савигриппа для взрослых и 76,5 тысяч доз для детей. Впрочем, для них вакцина в Приморье еще есть. Ее пока поставили около 8,5 тысяч маленьких амурчан. Чуть больше 6% от плана. В школе Маховой Пади появится музей, посвященный танкистам. Один из самых ценных экспонатов – копию боевого знамени БВТ Котуда привезли сегодня. Осветили флаг на минувших выходных во время празднования Дня танкиста. На территории бывшего училища он традиционно собрал не меньше двух сотен человек. Все подробности в нашем сюжете. Будто снова 20-летние мальчишки. Во второе воскресенье сентября у каждого из выпускников Чичиковских по фамилии руководителя подразделения взводов есть повод почувствовать себя молодым. Юрий Бучинский приехал из Иркутска. Ради друзей, времени и денег не жаль. Дружбу дало. Большую дружбу. Я честно скажу, погоны дают понятие воинской дружбы. Вот, например, я в том году ехал на мотоцикле, у меня закончился бензин. Пришлось позвонить только своему, как говорится, сослуживцу, выпускнику. Все, через 30 минут бензин был. В честь праздника на территории бывшего БВТКу собралась сотня выпускников, большинство с женами и детьми. Владимир Плотников привел сына. Благодаря папе Ярослав выделяется среди сверстников. Игнором компьютерных игр. Потому что мне в играх про танки не нравится их неисторичность. В World of Tanks там советские танки немножко их приукрасили. Проект «Ромата» советские танки их сделали ниже плинтуса. Память погибших танкисты почтили минутой молчания. ИС-3М, что в 1945 году участвовал в московском параде победы, получил традиционную порцию цветов. Еще одним талисманом БВТКу станет копия боевого знамени, что осветили на празднике. Оно отправится в новый музей. Сейчас собираем материал, будем делать музей в школе. То есть воспитывать надо молодежь на традициях танковой училищи. Здесь то, что закрыто оно, да. Но вы сами видите, сколько приехало народу. Приехало очень много с разных мест, практически со всего Советского Союза. За неполные 60 лет училище выпустило почти 12 тысяч человек. 16 из них – герои Советского Союза. Их фото непременно будет в школе маховой пади. Экспозицию уже готовят. Кристина Добровольская, Дмитрий Тарасов, программа «Город». И к другим темам. В селе Ивановка поселились лебеди. Пара серых птиц прилетела чартерным рейсом из Крыма. После недельного карантина птиц выпустили на озеро. Сменят ли они окрасы, стоит ли их кормить любителям пернатых, разузнала Оксана Коростеленко. В Ивановке теперь свое собственное лебединое озеро. Пару птиц по 15 тысяч рублей каждая выписали из Крыма энтузиасты села. Пока ждали два месяца, построили плавучий домик. На обустройство комфортного жилья сообща потратили еще почти 100 тысяч рублей. Лотосы на озере давным-давно высадил учитель географии Александр Титаренко. В общем, на создание сказки для пернатых ушло 6 лет. Что касается кормовой базы для лебедей, она просто превосходная. По нашим оценкам, вот это озеро может спокойно прокармливать не только двух лебедей, а стаи лебедей. Здесь корма для них достаточно. Подкармливать зерно, а водных растений вполне достаточно здесь. Они чипированы, у нас здесь видеосистема на озере. На гадких утят 6-месячный самка и самец породы шипун не похожи. И серыми будут недолго. К году станут белоснежными. С размахом крыльев до 2,5 метров. Птицы будут мощными и красивыми. Если, конечно, не пугать их собаками и не кормить. Очень просим, ко всем обращаемся. Не нужно ничего пока подкармливать. Мы поставим потом баннер, что можно. Но в первую очередь категорически нельзя бросать хлеб. Первое, что люди делают, остаются остатки хлеба. А они какие уже? Кто их проверял? Какого они качества? И происходят проблемы с желудочно-кишечным трактом у птицы. Никита, смотри, какие они классные! Фотоешь? Фотографировать и любоваться можно. Школьница Вероника Рубцова упустить возможность сделать снимок лебедей просто не могла. Впрочем, озеро и так лучшая фотозона села. Когда я вижу своих одноклассниц, то через час где-то просто лента Инстаграм взрывается. Потому что все фотографируются с лотосами, а теперь сейчас тут еще и лебеди. Я была в восторге. Я первый раз увидела этих птиц. И начала всегда спрашивать у всех, что, как они, чем их можно кормить. Сейчас инициативные ивановцы решают, как организовать птицам зимовье. Жить на озере они могут до первой корки льда. Оксана Коростеленко, Денис Лугов. Программа «Город». Амурчан приглашают проводить на зимовку даурских и уссурийских журавлей. Торжественное мероприятие по случаю пройдет 17 сентября в Муравьевском парке. Но сначала там наведут чистоту. Поучаствовать в субботнике тоже может любой желающий. Первый волонтерский десант в природоохранной зоне работал на минувших выходных. Следующий там ждут завтра. Добираться до территории парка желающим убраться придется самостоятельно. Их также просят захватить необходимый инвентарь, тяпки и грабли. 17 сентября в парке соберутся предиммиграционные стаи птиц. Телефоны организаторов сезонного прощания с ними на ваших экранах. Благовещенский дом ремесел отметил свое трехлетие. По случаю мастера народного творчества и рукодельницы организовали настоящий праздник для горожан и даже выпустили книгу. В армонахе «Дорога творчества» собрана информация о самых ярких выставках дома ремесел с 2014 по 2017 годы. Первые его экземпляры раздали пяти рукодельницам Амурской области. Три получили денежные сертификаты от руководства. Все без исключения благодарность городских властей за преданность дому ремесел. С течением времени это стало место, которое, во-первых, посещаемое всеми жителями нашего города. Это место очень любят иностранные гости. Здесь можно поделиться мастерством и увидеть, как растут, как живут мастера. А теперь пятиминутка спортивных новостей. Благовещенские ехтсмены остались без наград. Всему виной штиль. В субботу на Амурской 1 собрались три десятка спортсменов. Но первенство города по парусному спорту в отсутствие ветра пришлось перенести. Кто расстроился этому факту, а кто не очень, через секунду поймете сами. Как же плохо, что соревнований нет. Кажется, доставщики ветра опоздали. Вежливо характеризовать ситуацию спортсмены согласились лишь по нашей просьбе. Те слова, что у них готово слететь с языка, лучше не произносить. Две недели выписывали кренделя по водной глади. А в день соревнований полный штиль. Философски отнеслась к нему ребятня. Просто устроили еще одну тренировку. Три года назад Влада в парусный спорт привела мама. Остался в нем благодаря мечте покорять океаны. Не могли ее юному спортсмену дать гимнастика, каратэ и борьба. Но поначалу их смену пришлось перебарывать страх. Ну, мне было страшно, что я упаду, я еще ничего не знаю и там утону. Но все обошлось. Я говорю себе все хорошо. Иногда я вообще вспоминаю песни. Все будет хорошо, все будет хорошо. Кельнулся. Не смог сам вычерпаться? Ага. Кельнуться значит перевернуть лодку. Саша такое упражнение делает по нескольку раз подряд. Два года назад в День защиты детей прокатился на маленькой яхте. И заболел ими. Сейчас готовится поехать на соревнования во Владивосток. Я учусь переворачиваться. Потому что на следующий год я поеду на море. Там волны сильные. Так что там можно легко перевернуться. Открытое первенство Благовещенска по парусному спорту проводит второй год подряд. Столько же организаторов беспокоит одна проблема. Яхты спортсмена покупает клуб. Для самых юных в два с небольшим метра длиной стоит в районе 200 тысяч рублей. Ребятам от 15 лет нужны суда в четыре с лишним метра. Их не хватает. Стоит два с половиной миллиона. Но мы нашли решение. У нас существует такой социальный проект развития парусного спорта. Мы сами строим яхты. То есть необходимые классы. И сами спроектировали эти яхты. И сами их строим. Что позволяет снизить стоимость этих лодок примерно в 12-15 раз. Первая яхта практически готова. Если создатели поторопятся, спустят на воду в этом году. Первенства ее ждать не будет. Как только подует ветер, его проведут. Александра Боревикова, Андрей Белый. Программа «Город». Золотую, бронзовую, сразу четыре серебряные медали везут из Анапы юные кикбоксеры Благовещенска. Они стали призерами десятых всероссийских юношеских игр боевых искусств. В течение нескольких дней среди спортсменов 20 видов единоборств разыграли 700 комплектов наград. В состязаниях по кикбоксингу приняли участие четверо наших спортсменов. Обойти всех соперников и завоевать золото в категории «Фуллконтакт» удалось Рустаму Наврузову. В разделе «Лайтконтакт» вторые места заняли Софья Юровских, Максим Гурдина. Третье место и бронза достались Ивану Скупченко. Покататься на самокате и пробежать стометровку в 70 лет абсолютно реально. Это в минувшие выходные доказали амурские пенсионеры. 286 спортсменов из 17 районов и 8 городов Приобурья поучаствовали в областной спартакеаде. Рекордов не ставили, зато делились личными рецептами поддержания формы. Послушал наш корреспондент. Настрой перед восьмой спартакеадой у пенсионеров боевой. Осталось немного размяться. Разогреть мышцы и связки перед эстафетой может стрейчинг. Александр Думов, свой 61, знает, что делает. 40 лет проработал в школе физруком. Теперь в секции ставит ребятню на лыжи. Но и про себя не забывает. Во второй раз выступает на спартакеаде. Понимаете, это ностальгия. Так просто уйти и закончить, сесть на диван и читать газету, телевизор, смотреться за компьютером. Это невозможно. Поэтому спорт настоящий, если ты занимался по-настоящему, он просто тебе так не отпустит. Мы поэтому ждем эти соревнования. Для того, чтобы пообщаться не только по выступать, но и пообщаться. А вот 70-летняя Любовь Денисенко приехала на спартакеаду впервые. Очень волнуется. Да еще и выпала честь стартовать первой. Впрочем, 100-метровку пенсионерка прошла не хуже шотландца. А все потому, что знает секрет сохранения бодрости тела и духа. С утра встаешь. Сначала хозяйство, потом варишь, а потом для разнообразия на танцы. Ну и еще другой раз физкультуру. Утром зарядку делаю. Не всегда, но делаю. Шесть заходов, по четыре команды каждая. На эстафете пенсионерам не дали скучать. Нужно было быстро и без ошибок проехать на самокате, забросить мяч в кольцо, пробежать с мячом по змейке. Состязания разделили на два дня. Сегодня еще предстоит участникам посоревноваться в шахматах, соревнованиях по шахматам, соревнованиях по дартсу, по пулевой стрельбе и соревнованиях по настольному теннису. Мы изменили этапы, изменили конкурсные задания. Максимально подстроились по те задания, которые будут на всероссийской спартакеаде пенсионеров, которые будут проходить в городе Пенза. Кубок городов забрала команда Благовещенска. Среди районов выделился Октябрьский. Но в Пензу на всероссийскую спартакеаду в конце сентября все равно поедет сборная со всей области. Оксана Коростеленко, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». В городском парке сразились Сереги, Бродяги, Паром и Фрэнс. Так называются команды пляжных волейболистов. На выходных они закрыли сезон. Пляжный волейбол отличается от классического. В команде играют два человека, а не шесть. А поле меньше на два квадратных метра. Кроме того, бегать приходится по песку. Это имеет свои сложности. Отличается толчок от земли. В классике ты разбегаешься и прыгаешь в высоту и в длину. Здесь ты должен прийти и оторваться от земли. То есть, соответственно, ввысь подняться. Тогда у тебя будет продуктивный прыжок, более лучший. Соответственно, это очень тяжелый вид спорта так. В пляжный волейбол на площадке горпарка благовещенцы играют уже четыре года. На последний в сезоне матч заявилось четыре команды. Все мужские. Женщины уже закончили у нас играть, потому что холодно. Им вредно при такой температуре участвовать в этих соревнованиях. Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин